всем огромный огромный привет сегодня делюсь с вами рецептом своей любимой картофельные запеканки из детства оставайтесь со мной до конца рецепт очень простой продуктов небольшое количество для начала приготовим начинку у меня здесь осталось как раз немного фарша буквально 200 250 грамм не больше и для начинки вначале я мелко нарезаю лук и отправляю его в сковородку обжаривать с небольшим количеством масла много не лейте буквально там одну чайную ложку обжариваю до красивого золотистого цвета обжаренному луку отправляю фарш все перемешиваю и готовлю практически до полной готовности фарша примерно где-то минут через десять фарш по вкусу солю добавляю черный молотый перец добавляю тертый чеснок и мелко резаную зелень укропа все хорошо перемешиваю обжариваю еще минут десять выключаю и даю остыть пока обжаривается фарш я мою и чищу картофель нарезаем небольшими кусочками чтобы он быстрее сварился заливаю картофель водой и отваривают до полной готовности не забудьте в процессе варки картофель посолить по вкусу картошка полностью сварилась я ее сливаю толку и оставляю немного остыть картофель немного охладился я его не стала прям до такого холодного состояния охлаждать достаточно чтобы он был просто теплый беру 2 яйца пару столовых ложек сметаны у меня сметана легкая все перемешиваю это чтобы удобнее было мешать с картошкой вливаю в картофель и хорошо все перемешиваю жаропрочную форму немного смазываю маслом визуально картофельное пюре делю на две части должно получиться вот так вот когда размешаете яйца со сметаны и с картошкой должно получиться вот такое однородное состояние выкладываю нижний слой распределяем форму беру на глаз следующий слой идет фарш фарш с луком и зеленью фарш получился очень ароматный добавляете зелень добавляете побольше чесночка ну конечно если любите и распределяем и сверху опять картофельное пюре распределяю и берите такую форму чтобы высоты хватило еще примерно один сантиметр для сыра но сыр это по желанию я ставлю сейчас в духовку где-то 180 градусов у меня духовка будет холодная примерно где-то на 30-40 минут но это из-за того что холодная духовка если духовка горячая то меньше ну и вот такая у меня получается красивая картофельная запеканка я еще примерно за 10 минут до конца сверху присыплю сыром делать это не обязательно это для любителей но проверено с сыром получается очень вкусно буквально грамм 30 сыра я потерла сыр берите любой ваш любимый и до расплавления сыра оставляю в духовке картофельная запеканка получается очень вкусная я буду рада если вы попробуете если понравится подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной всем огромное спасибо до свидания и пока